Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Начнем мы с обыкновенной нашей блеф-игры, с нашей донетки, проверки интуиции. Такая, звон клинков на средней дистанции, проверка защиты, проверка нападения. Итак, обращаюсь к Николаю. Николай, кто у вас самый интуитивный в команде? Кристиан пойдет. Кристиан пойдет. Хорошо. Тадеуш, у вас? Алина. Итак, Кристиан против Алины. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, поехали. Какое-то утверждение, да или нет. Все очень просто. Верите ли вы, что в Австрии горнолыжный спорт – это один из школьных предметов? Да. Да, и это правильный ответ. АПЛОДИСМЕНТЫ Там без горных лыж никуда. И Алина зарабатывает для своей команды 5 очков. Такова цена вопроса в блеф-игре. Дальше. Верите ли вы, что 100 лет назад Минск занимал только третье место по числу населения на территории Беларуси? Алина? Да. Да, первым был Бобруйский Витебск. Вот так вот. А МИЗ был только третьим. Вот это интуиция. Играем дальше. Верите ли вы, что диез понижает звук на полтона? Нет. Вы правы, Кристиан. Нет, этот знак повышает звук на полтона. Отлично. АПЛОДИСМЕНТЫ И так, верите ли вы, что девиз английских женщин 100 лет назад был «Дети, кухня, церковь». Фальстарт у Кристиана. За этим очень строго следит наш электронный судья. У Алины появился шанс. Да. Нет. Это девиз немецких женщин. АПЛОДИСМЕНТЫ КИНДЕР КИНДЕР КЮХЕ КИРХЕ Играем. Верите ли вы, что только у Сатурна в Солнечной системе есть кольца? Алина? Да. Нет, есть еще понедельник с кольцами. Даже у Юпитера открыто кольцо. И даже у некоторых астероидов есть кольца. Итак, проверка интуиции. 5, 10, 3, 27-я школа. Блеф играет! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В четвертом бою мы про кухню с вами поговорим. И в пятой теме про космос. У вас есть ровно 5 секунд. Пошло время. АПЛОДИСМЕНТЫ Элег Николай Ильин, капитан Красных, командир Красных, я бы сказал. Школьная тема. Кто у вас образцовый школьник? Паша. Паша образцовый школьник. Хорошо. А у Тадеуша? Даниил. Итак, Павел против Даниила. Вперед! Парк! 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 Играем. Играем. Именно такого цвета автобусы с надписью «Школьный». Фальстарт у вас. За этим очень строго следит наш электронный судья. Прошу, Даниил. Желтый. И это правильно, да. Герой фан-визина Митрофанушка считал этот школьный предмет излишним. Если что, извозчик довезет. Прошу. Математика. Математика. И вместо нее извозчик. Прошу вас. Русский. Русский. А он считал, да, вот, да, на трибунах шеплет. География, география, география. Зачем что-то знать? Скомандовал извозчику, тот довезет. Играем. Сегодня в Беларуси всего шесть школ, где изучают этот очень нужный язык. Прошу. Французский. Французский, да, бросьте вы. Прошу. Китайский. Китайский, конечно. Мы же дружим с Китайской народной республикой. И очень нужны и переводчики, и специалисты, владеющие этим весьма непростым языком. Играем. Этой школой до самой своей смерти руководил человек по имени Альбус. Прошу. Хогвартс. Да, Альбус Дамблдор, глава школы-чародиста и волшебства Хогвартс. И заканчиваем. Это торжественное мероприятие происходит в Беларуси в конце мая. Фальстарк, ну что же вы, Павел, так нервничаете. Даниил, прошу. Последний звонок. Последний звонок и последний гвоздь. Вы вбили в этот бой после школьной темы. После школьной темы уходит далеко вперед 27-я школа. Тридцать против Пяти. Следующий бой всего правильный. Следующий бой. Россия! Россия! Итак, красные, красные в городе. Николай, кто идет на географическую тему? Пойдет Артем. Хорошо. Тадеуш у вас? Я. Хорошо. Артем против Тадеуша. Вперед! Артем! Артем! Рассказывают, что на месте этого города в древности была ярмарка с меновой торговлей. Меняли там все. Прошу. Венец. Венец. Прошу. Мена. Меняли. Менск. Отсюда Минск. Якобы пошло название города. Теперь вы это знаете. Дальше. По легенде, этот город был основан на месте могилы разбойника Машеки, обладавшего силой льва. Могилев. Могилев, это правильный ответ. Артем, я верю в вас. Это область Беларуси самая небольшая по территории и самая малочисленная по населению. Из Фальстар, что с вами такое? Прошу. Витебская. Витебская это неверный ответ. А что вы хотели ответить, Артем? Гродинская. Гродинская, конечно же. Когда-то эту гору называли святой, а сейчас она называется... Прошу. Арарат. Арарат. Интересно, такая белорусская гора. Арарат. Прошу. Неужели вы не знаете никаких гор в Беларуси, Артем? Высокая. Высокая. Понятно. А самая высокая точка Беларуси, если бы вас спросили? Гора Держинская. Теперь вы это знаете. И заканчиваем. Заславское водопранилище называют еще Минским. Минским чем? Морем. Морем. Это правильный ответ. АПЛОДИСМЕНТЫ Ого! Вот это заявочку сделала 27-я на победу 40, а у соперников всего-навсего 5. Следующий мой! АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, внимание. Музыкальная тема, простые вопросы. Для этой ноты даже придумали специальную линеечку под нотным станом. До. Ну, конечно, это нота до. В 5 лет этот талант из Зальцбурга уже сочинял маленькие пески для клавеси. Да? Бетховен. Бетховен. Да, никогда он не был в Зальцбурге. Ну, может, заезжал, но не родился, по крайней мере. Да? Кто? Маша? Пятилетний талант. Великий композитор. Это Вольфганг Амадей Моцарт. Продолжаем. Евровидение 2018 пройдет в этой стране. Опа! О, есть такая замечательная страна. Вот сразу как в Испанию заходишь направо. Прошу. Возможно, Португалия. Португалия, конечно же! В 2004 году в честь этого песняра был переименован один из бульваров Минска. Ну, кто у нас главный песняр? А главный песняр у нас Владимир Мулявин. Вот уже потихонечку молодежь начинает забывать легенду, да, белорусского. Вот, да, и трибуны меня поддерживают. Легенды белорусского, как он сам писал, фолк-рока, на самом деле уникальнейшая, разноплановейшая была группа. Песняры, песняры! И заканчиваем. Партию этого героя симфонической сказки Прокофьева «Петя и Волк» исполняет Волторна. Ну, Петя и Волк. Волка. Волка. И для этого нужно было думать целых пять или целых шесть секунд. Пятьдесят пять, пять, двадцать седьмая, перейдем следующий. Вот, наверное, Машу нужно было отправить на этот бой, на бой про кухню. И все вещи с ней связаны. Ну, тем не менее, видно другой там у нас есть дядька Кухар в команде шестьдесят седьмой школы. Кто это, Николай? Это я. Хорошо. Тадеуш? Алина. Итак, вот правильный выбор. Итак, Николай против Алины. Вперед! Николай, видите, в вас верит вся студия. Не посрамите. Эта кулинарно-развлекательная программа на российском телевидении начиналась с Андрея Макаревича. А сейчас ее ведет Урган. Прошу. Смак. Смак, конечно же. Почему и смак, что с Макаревичем? Играем. А, кстати, как правильно произносить? Кухонный или кухонный? Прошу. Кухонный. Конечно, я кухонный, Николай. В северных диалектах этой страны чай назывался Ча, а в южных Ти. Да? Англия. Понятно. Алина, может, вы? Италия. Италия. Поэтому мы называем чай Чай от северокитайского Ча, а англичане называют его Ти от южнокитайского Ти. Откуда чай брали, так его, собственно, и называли. Теперь вы это знаете. Дальше. Это традиционное блюдо прованской кухни из перца, баклажанов и кабачков стало знаменитым после мультфильма. Опа. Забыли. Да. Лечо. Лечо. Алина. А там был такой обаятельный крысёночек, который мечтал стать великим поваром. Раду. Мультфильм назывался Рататуй. Вот это правильный ответ. Итальянцы называют этот тип гор кухнями дьявола. Дым такой идёт. Значит, там дьявол что-то куховарит. Прошу. Гималай. Тип гор. Прошу. Алина. Три. Две. Одна. Ну, раз из горы идёт огонь и дым, значит, там дьявол под ней куховарит. Вулканы. Вулканы и ещё раз вулканы. Теперь вы это знаете. 60. 10. Принесение. Следующий мой. Алина. 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 Вот, когда я был маленьким, каждый мальчик мечтал стать космонавтом. А вот, кто у нас летит в космос от 67-й школы? Николай. В космос летит Кристиан. Командир корабля 67-й школы Кристиан. Счастливого пути, товарищи. А тогда уж у вас? Макаревич Андрей. Андрей, вам бы лучше музыку нам спеть, что-нибудь такое. Вот новый поворот. Итак, Кристиан против Андрея. Вперёд! Андрей! Андрей! Стой! Андрей! Андрей! Итак, космическая тема. В Советском Союзе космонавт, в Китае тейкунафт, а в США... Да? Спейсмен. Спейсмен или астронавт? Да, браво! И так называют. Она была первой собакой в космосе. Фальстарт у вас, Андрей, за этим очень строго следит наш электронный судья. Кристиан, у вас есть шанс? Белка. А стрелка второй, да? Ну, белка и стрелка. Белка и стрелка. Нет, до них первой собакой в космосе была, может, Андрей, вы знаете? Чайка. Ну, Чайка, это Валентина Терешкова её позывной. А, да, Чайка и Лайка, я понимаю, звучит похоже. Тем не менее, Лайка, это первая собачка в космосе. Ну, вот там она и погибла. Об этом не очень любят упоминать. Но проложила дорогу в космос человеку. Это была Лайка. Теперь вы это знаете. Поехали! Эту сторону света обозначало название Гагаринского корабля. Сторон света всего четыре. Север? Запад? Прошу. Восток. Восток, конечно же. Эта планета Солнечной системы, как и мультяшная шелезяка, населена роботами. Да. Марс. Да, там ходят сейчас семь самостоятельных космических аппаратов. Ну, кто стоит, кто ходит ещё. Но, по крайней мере, так это и есть. И заканчиваем. Эта аббревиатура обозначает Международную космическую станцию. Прошу. НАСА. НАСА. Нет, не НАСА, это станция. Итак, Международная космическая станция это... Тихо! Аббревиатура. Раз, два, три. МИР. Международная М, космическая К, станция С. Ну, это уже вторая была попытка. И, тем не менее, после космической темы немножко выровнялся полёт наших красных. 65-20 начинают догонять хотя бы уже в конце дуэль игры. Следующая игра. Тест игра. Вперёд! И так, внимание. Тест игра. Ну, тема игры и игрушки. Николай, кто самый игривый в 67-й школе? Артём. Артём. Хорошо жду, Нилый. А тогда и уж у вас. Макаревич Андрей. Ох, хорошо. Артём против Андрея. Вперёд! Артём. 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 Итак, внимание. Помним про фальстарт. Очень строг сегодня наш электронный судья. Играем. Автор сборника детских стихов игрушки. Это А. Сергей Михалков. Б. Самуил Маршак. Ц. Агния Барто. Фальстарт у Андрея. У Артёма есть шанс. Агния Барто. Кто медведям лапы рвёт, зайчиков под дождь ссоёт, каждый знает, это кто. Это Агния Барто. Это правильный ответ. Плюс 10. Плюс 10. Артём вырвал для своей команды у неуступчивой игры. Играем. Что наша жизнь? Игра. Что наша жизнь? Игра. Это из оперы. А. Игроки. Б. Русская рулетка. И. С. Пиковая дама. Пиковая дама. Пиковая дама. Браво! Агния. Есть чёрный. А. Джек. Б. Майкл. С. Боб. Фальстарт снова у вас, Андрей. У Артёма есть шанс. Джек. Блэк Джек. Да, это такая карточная игра. И снова 10 очков приносит Артём в копию команды. Смертельную игру под названием «Русская рулетка». Играют с помощью. А. Пистолета. Б. Револьвера. С. Автомата. Прошу, Андрей. Револьвера. Револьвера крутят барабан с одним подродом. Ну и как повезёт. Не пытайтесь повторить это на себе, как говорят в других телепередачах. Играем. В рулетке выигрыш казино, не играющему, а именно казино, приносит выпадение числа. А. 0. Б. 13. С. 66. Прошу. 13. 13. Андрей. 0. 0. Zero. Это выигрыш казино. Итак, что у нас после теста игры со счётом? Вот уже как-то веселее. 90-40. Но по-прежнему синие впереди. И их догоняет, догоняет, догоняет 67-я школа. А у нас слайд-игра! Слайд-игра. Любимое развлечение наших игроков. Ну, чтобы жить проще. Картинка, буковка на ней подсказочная. Ну и говори, что изображено. Естественно, ответ начинается с этой же буквы. Кто готов сыграть в такую незамысловатую, но очень добрую игру 67-й? Я готов. Прекрасно. А у Тадеуша? Даниил Яркин. Итак, Николай против Даниила. Вперёд! Начинаем мы, начинаем мы, начинаем мы с выигрывающей команды. Внимание на экран. Итак, прошу. Алфавит. Алфавит или азбука, конечно. Николай, играем с вами. Прошу. Вот такое почтовое отправление на букву «Б». Не знаете? Бандероль. Бандероль. Всё очень просто. Всё просто. Да. Как-то вот сейчас интернет подбил всю почту. Всё уже не знает ни что такое письмо, ни что такое бандероль, ни что такое посылка, тем более. А когда-то знали. Итак, прошу, Даниила, играем с вами. Тишина. Велосипед. Это велосипед, да. Паук, их ещё называли. Вот такие они начинались. Играем с Николаем. Вот такие дизайнерские. Гамак. Гамак, конечно. 15 очков. Николаю, Даниил, с вами. Ну? Кто перед вами? Николай, смотрите, вдруг вам отвечать придётся. Я уже знаю. Вы узнаете уже, да? Ну, раз знаете. Доктор. Нет, доктор – это слишком общий ответ. Прошу. Дантист. Дантист, конечно! Десять очков взял на подборе Николай. Лин, браво, Николай. Играем с вами, Николай. Еда. Еда, конечно! Прекрасно. Даниил, ваш шанс. Ждун. Ждун, конечно! Все знают старика Ждуна. Николай, вам Ждуна не будет, вам будет другое. Зарядка. Зарядка, да! Даже я бы принял от вас здоровый образ жизни. Прекрасно. Даниил, прошу. Иллюзия. Да нет, все реально. Вот остров, вот вулканы, вот северное сияние. Прошу. На И что-нибудь знает такое похожее? География, география, чисто. Три, две, одна. Не знаю. А остров Исландия никогда про такое не слышали. Там и вулканы, там и снег, там и лед, там вот северное сияние. И вот красиво там горят, в общем-то. Но дорого, дорого, дорого. Николай, прошу. Красивые цветы, а вот вы плоды должны назвать. Что ж за плоды бывают? Кабачок? Данил? Не. Только вы привыкли ее видеть на столе или в кастрюле, или в Макдональдсе фри. Вот так выглядят цветы нашего белорусского картофеля. Картошка эта, картошка наша. 135-95 немножко выправил положение своей команды Николай. А у нас риск игра. Играем. Срочные! Срочные! Риск игра. Правильный ответ приносит команде 20 очков. Неправильный отбрасывает ее на 20 очков назад. Николай, вот довольный уже, счастливый, помог команде. Обычно капитана отправляют в бой самого сильного, самоустойчивого. Самого надежного игрока. Кто это у вас? Самый надежный это Паша. Самый надежный это Паша. Если бы он еще кнопку жать умел не в фальстарт, ему цены не было. Тадеуш, кто у вас? Самый надежный это, конечно же, я. Хорошо. Паша против Тадеуша. Вперед! Паша! 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 Давай кнопку! Ну что, хорошо. Итак, внимание. Темы риска игры повторяют темы игры дуэльной. Внимание. Школьная тема. На советской школьной форме, вот на рукавиках, сейчас помню, была нашивка. Солнышко и она. Прошу. Книга. Браво! Плюс 20! Хорошо, внимание. Географическая тема. На склоне этой белорусской горы находится исток реки Птич. Что ж за гора такая белорусская? Прошу. Держинская. Да, вы правы. На одном из склонов горы начинается Птич, потом течет, течет, течет тебе через всю страну. Итак, счет стал поровну. Тадеуш, внимание. Музыкальное. Диэз повышает звук на полтуна, бемоль понижает. А что делает знак Бекар? Прошу. Уравнивает. Что значит уравнивает? Тяжная? Не уравнивает, сейчас я скажу. Три, две. Он ничего не делает. Он, нет, он делает. Прошу, может Паша? Можно не отвечать, конечно. Я промолчу. Минус 20. И вышла вперед команда красных. На самом деле, на самом деле это как на дороге. Если знак 40, скорость нужно понизить. Но если потом знак, отменяющий все ограничения, он отменяет эти ограничения. Вот что делает Бекар. Кухонная тема. Кухонная тема. Она может быть тротуарной, шоколадной, ну а на кухне электрической. Прошу. Плитка. Да! Паша! Паша! Космическая игра. Космический бой. Ее можно видеть на погонах, на груди, на дне моря и на обложке глянцевого журнала. Прошу. Звезда. Звезда сегодняшней игры Паша! Итак, 175-115. Много безответных мячей закатили в ворот соперника. Это бывает, это случается. Но, ну не расстраивайтесь. Так, я уверен, что мы увидим вас в следующем году. Опа, раскрыл страшную-престрашную тайну. У Руди Пятерки будет 10-й сезон, и мы еще встретимся с вами в новом 2018-м году. Ну а до этого играем, играем, играем. У нас еще весь декабрь впереди, все игры и, естественно, новогодние. Кто приведет в них участие, кто победит, кто проиграет, кто будет рыдать, кто будет обниматься и подбрасывать своих звезд в воздух, увидим. Включайтесь. Ищите нас на четвертом канале по субботам. Ну и самое главное, смотрим пятерку. Получаем десятки. Играем! КОНЕЦ